В республике все больше заболевших коронавирусом. Ситуацию с COVID-19 обсудили на оперативном штабе власти региона. Говорили также о начале нового учебного года в отремонтированных школах, ненадлежащем состоянии туристических объектов и итогах Восточного форума. Подробности у Любавы Масловой. 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы сегодня в стационары по всей республике. 18 из них – дети, а 13 – беременные женщины. Оперштаб начали со статистикой заболеваемости COVID-19. В целом ситуация в регионе стабилизируется, однако по-прежнему в группе риска остаются люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями. «Мы же не говорим про массовый режим, но мы говорим про категории, которые имеют риск заболевания, при этом имеют хронические заболевания. Но что мешает им позаботиться о том, что у человека, у которого повышенный сахар или какие-то там еще есть истории, связанные с сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, что мешает этому человеку просто носить в кармане маску и при заходе его там в магазин эту маску одеть». Важно не только излечить от вируса, но и своевременно его обнаружить. На сегодня тестированием в сутки охвачены 200 человек на 100 тысяч населения. Эффективным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация. Не стоит забывать и о ревакцинации у многих жителей региона. Действие вакцины закончилось, а повторную процедуру они проводить не торопятся. «Нужно делать прививку и не болеть. Если срок действия этой прививки заканчивается, нужно делать еще одну прививку. Мы же не знаем, как себя этот вирус дальше поведет. Вроде бы, как этот вирус пытается сейчас с человечеством подружиться». И о туризме. Сергей Меликов подвел итоги Восточного экономического форума, проходившего в начале сентября во Владивостоке. Анализ, проведенный в рамках заседания госсовета, показал – регионы не в полной мере готовы принимать гостей по отдельным направлениям, таким как горный или экстремальный туризм, в их числе и Дагестан. А развитие индустрии может даже вывести республику из числа дотационных. «Мы не тот субъект, который заслуживает каких-то негативных оценок. Мы субъект, который сегодня имеет экономический потенциал. И с точки зрения развития транспортной логистики, и с точки зрения развития дорожной сети, и с точки зрения изменений, которые за последние годы проходят с учетом инфраструктурных ограничений, которые мы шаг за шагом пытаемся снимать». Подвели итоги и программы капитального ремонта, проводимой в этом году. Напомню, в ее рамках отремонтировали 194 школы по всей республике. В следующем году планируется привести в порядок 201 здание. Важно правильно распределить средства, не допустить провалов и срывов сроков, как это случилось этим летом. «Если мы за счет федерального бюджета, который нам выделяется на ремонт школ, проводим капитальные работы по укреплению фундамента, по кровли, по фасаду, то за счет республиканских денег мы должны сделать благоустройство, оборудовать классы. А за счет муниципальных денег мы должны что-то сделать еще, так как это сделал глава Куракского района». Сергей Меликов обозначил приоритетные темы будущих заседаний. Это модернизация сферы туризма и план строительства большого курортного комплекса. В преддверии холодов глава региона уделит внимание подготовке к осенне-зимнему периоду, а также развитию сферы АПК. Любовь Маслова, Махарбек Амариев, Алиса Касангаджиева. Время новостей.